Привет, я Питер Баркер. Теперь чуть-чуть повыше, то есть, чтобы вот это вот съелось. Ничего себе. Тоби Магуайр, блин! Это Тоби Магуайр! Да ну, это какая-то странная тема. Это реально вы? Попробуйте, попробуйте. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнёшь к ним. Ты был избранником! У вас голос трясётся, потому что вы боитесь совершить ошибку. Боже, я хочу жениться на Тоби Магуайр, он просто святой. Не, посмотри, сейчас, мне кажется, больше похоже. Пишет, что Тоби Магуайр в России озвучивал Евгений Иванов. Очень похож на твоего отца. Привет, дорогие друзья! Сегодня новая чат-рулетка с актёром Дубляжа. И сегодня мы попытаемся выяснить, смогут ли обычные пользователи сайта узнать и понять по голосу, кто сидит перед ними. Распознать тот самый голос детства. Обязательно досмотрите выпуск до конца, потому что там вас ждёт самое интересное. Ну и заходите в наш телеграм-канал, где уже доступен дубляж сериала Оби-Ван Кеноби с официальными голосами. Приятного просмотра! Как вас зовут? Виктор! Виктор, меня зовут Дмитрий, моего коллегу Евгений. Мы тут, на самом деле, по серьёзному вопросу. Мы связаны с киноиндустрией, как вы видите, мы сидим сейчас в профессиональной студии. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Да, мы готовим кастинг. Как вы знаете, мейджоры ушли, зарубежные. Мы сейчас, я серьёзно говорю, мы сейчас ищем голос для сериала Оби-Вана Кеноби, который выходит 27 мая. Знаете такой? Есть такой. Вообще со звёздными... Сериал не слышал, как бы, но Звёздные войны вселенную люблю. Любите. Да пребудет с вами сила. Удачи, мой друг. Мальчик опасен. И все это чувствуют, кроме вас. Я готов пройти испытания. О-о-о! Боже мой, ты недооцениваешь мою мощь. Мы пробуем зрителей, которые с нами общаются в эфире. У нас подготовлены фразы культовые. Вы сможете нам какие-то фразы сказать, а мы потом оценим? По приколу можно. Давайте. Давайте так. Ты был избранником, ты должен был уничтожить ситхов, а не примкнуть к ним. Ты был избранником! Сейчас надо вспомнить этот момент, когда он там... Да-да-да, когда... Это момент драки, когда он дерётся с ним. Да-да-да, когда он уже был... Да. Когда он уже был. Да-да-да-да-да. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! И помните, что мы должны это делать всё с действием, с эмоцией, ну, по-актерски. Сейчас, я просто тех хочу быстрому открыть, если вы не прощите. А, хорошо. Да, мне так проще. А может, ты покажешь пока, как это сделал? Ну, если вы помните этот эпизод, там всё на очень серьёзных эмоциях, на... Там жаркая сцена, не жаркая, потому что там лава, а потому что просто жаркая. Да, я помню, помню, да. Ты был мне братом, Энакин! Я любил тебя! Ты был избранником, ты должен ум уничтожить. Ты был избранником! Предлагали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! Не зажимайте голос, не зажимайте, у вас... Просто вот... У меня дичайшая аллергия на сейчас на цветение берёзы. Понятно, преодолеваем цветение берёзы, преодолеваем. Да, я бы с тобой с ним, да. Ты был избранником! Предлагали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! Я просто похлопаю. Покажи, пожалуйста, как бы ты сделал. Только эмоционально тоже, именно актёрски. Помните тот момент, да? Там на расстоянии, там он кричит, ты был избранником! Ты должен был уничтожить ситхов, а не примкнуть к ним! Помните там на эмоциях таких, на живых? Да, 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 да. Попробуйте, попробуйте. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! Ну, неплохо. Да неплохо, не плохо. Ну, берёзка вас, конечно, там, у неё жечка там подкосила. Друзья, прежде чем мы продолжим, я бы хотел вас познакомить с брендом OneMore. Это бренд, который выпускает классные наушники, которые они прислали на тест. Я пользуюсь наушниками уже около недели, и действительно могу сказать, что, во-первых, они дают очень классное звучание в плане шумоподавления. У меня раньше всегда были большие наушники. Здесь я особо не почувствовал разницы. Второе, для меня, как человека, который занимается спортом, очень важно, чтобы наушники не вылетали. И вот данная модель, она безумно мне этим нравится, что никаких проблем с выпаданием из ушей я не встретил. Также OneMore Comfo Buds 2 имеют возможность быстрой зарядки. 15 минут в кейсе и 3 часа работы. Общее время их работы 24 часа вместе с зарядкой от кейса. На каждом наушнике есть по два специальных ENC микрофона, работающих по усовершенствованному алгоритму для максимально эффективного шумоподавления. В оживленном офисе или на улице слышимость останется неизменно четкой. Также Comfo Buds 2 оснащены 12 фирменными настройками эквалайзера, которые легко настраиваются в приложении OneMoreMusic. Выбор подходящего профиля поможет вашей любимой музыке зазвучать так, как она была задумана авторами. Заказать наушники можно у официального дистрибьютора Marvel. Ссылочку я оставлю в описании. А по промокоду GoodSale10 вы получите дополнительную скидку 10%. Она будет действовать до 30 июня. Также ребята хотят подарить вам одни наушники совершенно бесплатно. Все, что нужно сделать, это подписаться на ребят вконтакте. Ссылочка будет в описании. И написать под этим выпуском ваш любимый сериал. Отправлю я наушники в любую точку России. Через 14 дней после выхода этого ролика мы рандомно определим вместе с ребятами победителя. Поэтому участвуйте. Действительно очень крутые наушники. Классный продукт. Пользуйтесь. А мы продолжаем. Здравствуйте. 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 Откуда вы идите? Москва. Белгородская область. На какие темы общаетесь? Ух ты, как вы быстро. Мы вообще о кино общаемся. Каком? А о котором вы было, о котором вы? Ну, о части, о котором уже было, да. Ну, я как-то в основном об экономике, о политике, потому что сейчас кинематография куда-то у нас ушла на задний план. В жопу она ушла. Совершенно верно. В саму дырочку, да. Значит, смотрите. Мы студию озвучку открыли вдвоем. Мы хотим переозвучить Тоби Магуайра. И мне кажется, что мой батя может круто пародировать этого. Тоби. Я могу вам включить одну фразу, а он попробует ее спародировать. Сейчас, вот это из последнего «Человека-паука» смотрели. Да. пробуем здрасте ничего что я зашел к вам ой уже закрылось чуть есть хуже да схоже с небольшая есть но есть нужно тембр подобрать под эту всю обстановку какой какой тембр нужен скорее всего наверно чуть чуть повыше я просто сам я сам озвучиваю просто да чуть чуть повыше буквально нужно так а давай еще а вы звукорежиссер нет я герой озвучки скажу честно я герой озвучки смысле вы озвучиваете фильмы да да вы что а как вас зовут еще раз илья илья а вы знаете каналы какие-то про озвучку люби а голос васи это мой хороший друг а еще пока что еще других не знаю только недавно на youtube решил уйти меня все зовут туда начать снимать я пока так сказать на второстепенном плане мультиков энд фильмов сижу слушайте круто или я сказал что похоже я хочу чтобы мы подобрали тембр чтобы он смог сейчас я повторяю я я питер паркер вот более схожи единственное когда гортань выставляете чуть чуть пониже попробуйте и приопустить ну-ка еще раз ну-ка пониже подожди опуская гортань я привет я питер паркер теперь чуть-чуть повыше то есть чтобы вот это вот съелась она должна съедаться я питер паркер вот-вот она а да да вот попали да а еще вот какую нибудь читай вот сейчас у нас есть чем чем больше сила тем большая ответственность это мой дар мое проклятие то я я человек паук мы студия начинающие озвучки рхс может слышали такую да я вас знаю серьезно да вы знаете студию разные фильмы озвучиваете да ладно какой вы проект смотрели ну я у вас подписан еще в контакте а там за вами слежу может быть может быть вы донаты присылали нам на развитие нет нет донатами спасибо огромное что смотрю на вам просто а знаете кто со мной рядышком так не помню но он он тоже озвучивал вы еще мира ваши там играли да 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 до grief odi крестами меня болятся что-то случилось я с этим разберусь не читая нотации пожалуйста человек-паук dismantle парке ты боишься что из меня выйдет какой-нибудь преступник перестань за меня беспокоиться что-то изменилось я с этим разберусь не читаем нотации пожалуйста любыми персонаж серьезно да 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 я сам удивился, что к вам попал. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все на связи. Спасибо вам. Хорошего дня. Пока-пока. Хорошо. Слева. Окончание у Человека-паука, если вот это вот убрать, вот прям супер. Единственное, поработать над вот этим кряхчащим. Очень сложно убрать, но если вы берете, будет просто супер. Илья, у тебя есть курсы какие-то? У меня, к сожалению, нету курсов. Блин, я бы батя взял. Я бы поработал бы с этим, конечно. Я вам так скажу, чтобы подстроить свой тембр голоса под определенного персонажа, попробуйте поозвучивать какие-нибудь мультики. То есть брать основной сезон, например, первым, чего я учил, это был мой личный персонаж, я очень сильно люблю стич, Лила и стич мультик. Я очень сильно люблю стич, а я пробовал его повторять, и это получает что-то типа, вначале было О, оно, значит, семья, а в семье все зудуло. То есть, когда тембр выставляете, вам нужно уметь, то есть самое первое правило, вы звукоизвлечение, так сказать, правильно, настройка микрофона. Во-первых, я вижу вас, в принципе, хорошо настроен, потому что микрофон более-менее хорошего качества. И самое главное, когда, допустим, в жизни работаете, стараетесь уметь выставлять гортань, то есть вы разговариваете таким голосом, потом резко можете начать разговаривать совершенно другим голосом. Например, герой озвучки уже какой-нибудь совершенно иной. Это, ну, это примерно высокий, низкий тембр идет. Или, допустим, низкий тембр по типу «Всем привет! Сегодня мы поиграем!» То есть тембр должен меняться за счет языка. Языка и гортани выставляете язык. Если высокая нота, выставляете к небу. Если низкая нота, выставляете к нижней части горла. Илья, ну ты вообще спец. Слушай, подожди, можно мы еще одну фразу тебе выправить? Нам очень полезна вот эта обратная связь. Мы студии озвучки Red Hat Sound. Да, ну. Я сейчас в данный момент тестирую новый голос, который вот у меня рядом сидит. Мы хотим переозвучить Тоби Магуайр. Знаете такое? Смотрели последний фильм? Да, Человека-паука, который... Да, 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 смотрел. Можно мы вам включим фразу, чтобы вы послушали, помнишь, как он появляется из этого? Из портала. Да, да, да. Мой коллега попробует... Да, без проблем, без проблем. Да, давай, сейчас. Здрасте. Ничего, что я зашел к вам сплоть эту... Ой, уже закрылось. Здрасте. Ничего, что я зашел к вам... Ой, уже закрылось. Ничего себе. Вот это покруче будет. Че, есть шансы? Да, да, конечно. Вот это покруче. Это звучало намного лучше, чем в оригинал, если честно, серьезно. Да, а сейчас... Ты сейчас не рухлишь? Не, серьезно, мне больше понравилось. Дожди, я сейчас еще... Сейчас. Это мой дар. Мое проклятие. Кто я? Я... Человек-паук. Да ну... Это какая-то странная тема. Я как будто-то уже слышал этот голос в каком-то из фильмов Человека-паука. Чтобы не выпало мне в жизни, я всегда буду помнить слова. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Это какая-то шутка, я не знаю. Как? Мы же пробуем переозвучить. Я не знаю. Я будто бы слышал уже в Человеке-пауке ваш голос. Да, ну, значит, не может этого быть. А кто озвучил Человек-паука? Если это он озвучил, я не знаю, что. Вы типа стрим снимаете или что? Мы сидим с батей в чат-рулетке. Я его учу просто технологиям. Прикольно, это мило. Это Хаги-Ваги учи, знакомьтесь. What the fuck is this? Неужели вам реально интересно здесь? Нет, мы угораем, мы угораем. Нам скучно друг с другом просто. А, кино, кино любите? Женихи писать. А? Кино любите? Да. А Человека-паука смотрели последнего? Да, да, да. Я посмотрела всех Человеков-пауков. Зоби Магуайр просто краш. Зоби Магуайр просто краш. Просто краш. Просто краш. Вы можете послушать голос моего бати? Вы сейчас флешбейки сломите. Давай, бать. Поехали. Это мой дар. Мое проклятие. Кто я? Я человек. Тоби Магуайр, блядь. Это Тоби Магуайр. Это Тоби Магуайр. Чем больше сила. Камеру, камеру. Камеру уронили. Камеру уронили. Девочки. Камера. Так. Угу. Посмотрим. Угу. Евгений Иванов, от АВИ, да? Правильно понимаю. Я понял. Я понял. Папа. Я понял. Я все. Я не знаю. Я в шоке. Егор, а если честно, я скажу, очень хороший, редкий, красивый голос. Голос реально. Голос реально интересный. Спасибо большое. Да. Надо заниматься озвучанием. Да я вот хотел, типа, на курсы пойти туда-сюда. Ждем, ждем в студии Расхэт Саунт. Расхэт Саунт. Ничего себе. Вот это дало приглашение. Папа и сынок. Всего доброго. Спасибо за настроение. Пока. Можно еще что-то сказать, пожалуйста? Чем больше сила, тем больше ответственность. А вот это не моя проблема. А вот это я. Ай, это просто отца. Было бы славно. Боже, он про хоху. Да я не знаю. Кто? Я не знаю. Да ты чё? Я понял. Это первый Человек-паук. Это просто легенда. Таких одевагистов. Вам надо? Нет. Я у меня... Боже, я хочу жениться на Тоби Магуэр. Он просто... Он просто святой. Просто краш. Просто краш. Просто краш. Пошла, брат. А у вас есть инстаграм? Нет. Добрый день. Добрый. О, здравствуйте. 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 Хватинка, да? Знаю, знаю вас. Блин, мне стало сложнее сидеть в чат-рулетке. Блин, вообще не ожидал. Я сегодня просто сидел этот... А вас я тоже знаю. Вы этот, голос Оби-Вана. Ты мудр и силен, Энакин. И я очень тобой горжусь. У вас сегодня стрим должен был быть. Точно. Мне этот... Оповещение пришло. Да ладно, офигеть. Привет, Казахстан. Кстати, да. О, Казахстан, привет. Может, скоро приедем в гости, будем там узнавать у вас обстановку. Будет ждать. Все, пока. Пока. Вот этого Оби-Вана ты еще хотел. Оби-Вана знаешь из «Звездных войн»? Да, да, да. Я знаю эту серию. Вот давай прям на эмоциях сделаем вот это. Ты позволил этому... Да. Я не помню, как там акторы дублировали. Это я сейчас так вот просто по найти иду. Тогда ты обречен! Все кончено, Энакин! Я стою выше тебя! Ты недооцениваешь мою мощь! Ты позволил этому темному владыке смутить твой рассудок. И сейчас ты стал... И сейчас ты стал как раз тем, что поклялся уничтожить. Только ситхи все возводят в абсолют. Ты был избранником! Ты должен был уничтожить ситхов, а не примкнуть к ним! Ты был избранником! Вот первое, что бывает у всех начинающих героев озвучки, это небольшое кряхчание в горле. У вас голос трясется, потому что вы боитесь совершить ошибку. Я герой озвучки. Нужно ее не бояться совершать. Это всегда было, есть и будет. У меня порой бывает, когда я какую-то одну фразу могу озвучивать по 50 раз, ты уже злишься, ты идешь там попить. Вот у тебя горло уже красное, но ты пытаешься, не бойтесь ошибиться. Если вы ошибились, вас поправят, вы повторите, сделаете правильно. В вашем голосе чувствуется небольшое дрожание. Именно дрожание гортани. То есть вот это вот страх сделать неправильно. Это самое главное, что нужно убрать. То есть нужно говорить фразу и думать, что ты делаешь ее правильно. То есть ты заканчиваешь эту фразу, тебе говорят, вот такая-то, такая-то, такая-то ошибка, попробуй еще раз. Ты пробуешь еще раз, и нужно быть уверенным, что ты делаешь это правильно. То есть нужно уверенность в словах, а не дрожание в голосе. Судя, ты идет запомнил, да, очень много чего запомнил. Я еще хотел, чтобы мы как-то связались с этим чуваком, который этих озвучил. Ты не знаешь, кто озвучивал Оби-Вана, Тоби Магуайра? По-моему, хотели ему написать тоже. По-моему, это озвучивал человек, который озвучивал кого-то из смешариков. Но это не точно. А можешь, у тебя интернет тут? Можешь загуглить, а то мы не можем рулетку скрыть. Вы, наверное, стример, потому что у вас наушники? Нет, я считаю, что вы стример, потому что у вас микрофон. Не, у нас микрофон, потому что мы озвучиваем озвучки, озвучальщики, как их там называют. Озвучивающие. Вот эти, которые у микрофона озвучивают. Ну, знаете, актеров. Да, я понял. Мне кажется, я слышал ваш голос на Первом канале. Мой? Да. I don't know. Можете что-нибудь сказать? Говори. Такое, важное. Привет, Ферб. Я знаю, чем мы сегодня займемся. А, это не первый канал, но я поднялся. У меня батя хочет озвучивать этого. Тоби Магуайр. Просто краш, просто краш, просто краш. Слушай, я сейчас буду пытаться, на самом деле, переозвучивать того актера, который дублировал Тоби Магуайр. Я попытаюсь это сделать. Скажу, есть ли у меня шанс? Ладно? Окей. Окей. Я начинаю. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Это мой дар. Мое проклятие. Кто я? Я Человек-паук. Чего, есть шансы? И если, мне кажется, вы должны немножко говорить более... повыше немножко брать тон. Ну, конечно. Потому что у вас какое-то... А, повыше? У вас какое-то... вы сейчас хрипло сказали. Вот эта хрипота, мне кажется, она... Ну-ка, батя, давай. Это не очень. Ну, хрипота. Ну, пытаемся. Давай. Что случилось? Я с этим разберусь. Не читай мне нотации, пожалуйста. Ну, прям вообще почти не отличить. Я думаю... А кто... Ты не знаешь озвучера, кто озвучит чека, кто озвучивает этого актера? Нет, я этим не... Не интересуешься? Это реально вы? А что там написано? Ну, просто я тут увидел... Что, фотографии есть? Эээ... да. Евгений Иванов. Опа. Походу. Эээ... на канале... на канале Дмитрий Череватенко. То есть ты два их нашел? Да. Давайте я подпишусь. Игра все. Может загуглить в ютубе, там, голос Тоби Магуайра. Загугли. И может там контакты есть какие-то. Так. Пум-пум-пум. Эээ... Так, это озвучил... Озвучивал этого человека Рудольф Панков. Кого? Тоби Магуайра? Да. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Там какой-то был Исаков, что ли, или... Какой-то Исаков, либо Ихраков, и... Как фамилия, ты не помнишь? Эээ... ну, Исаков, наверное, да. Так. Пум-пум-пум. Эээ... пишет, что Тоби Магуайра в России озвучивал и Евгений Иванов. Евгений Иванов. А фотка есть? Очень похож на твоего отца. Батя. Батя. Да ты не только голосом, потому что я, оказывается, еще подрабатываю. Погодите, погодите, погодите. Да ладно, я подрабатываю, что ли? Так, получается, у Батя и голос похож, и он и на... фоткой похож на этого Исакова? Или как ему хорошо? Да я больше скажу, это прям один в один, как будто. Ооо. Серьезно? Да, я клоун, я тебе никогда не говорил. Так у меня получается, Батя, голос Тоби Магуайра. У него даже глаза такого же цвета. Единственная прическа немножко другая. Не, посмотри, сейчас... Мне кажется, больше похоже. Если... Нет, там на бок она. Слушай, вообще офигеть, а как так возможно-то? Да, я подпольно занимался звучанием. Ничего тебе не сказал. У меня похоже... Чего похоже-то там? А чё похоже? Вот, ну-ка. На какой пробор-то там? Ладно. Да ладно! Вас как зовут? Евгений! Блин, классно. Интересно, интересно. Слушайте, с вами очень интересно общаться. Да, очень. Вы, кстати, между прочим, расскажу, Илья, вы дали очень дельные и правильные, и я сейчас скажу, профессиональные советы. Блин, ну прикольно, я буквально недавно был в кинотеатре, я не ожидал. Подпишись на YouTube-канал Дим Чареватенко, напиши мне в личку, может быть мы с тобой посотрудничаем, я тебе какие-нибудь заказники подаю. Да, хорошо. Потому что есть своя студия озвучки, поэтому ходим на связи. Капец, он вообще достиг, да он до конца не мог понять. Ну, не верил, ну чего, нормально, чего. Подождите. О, Евгений Иванов похож на вас. Ой, глаза такие же. Ой, ой, прическа. Ой, на бочок.